всем добрый вечер у нас сегодня тема наша да как бы квест отношения комплексом тренировок для развития отношений прежде чем мы начнем рассказывать чуть-чуть представимся кто мы чем мы занимаемся потому что кто-то впервые пришел на этот тренинг значит я суралея александр авраам левинтовый и мы занимаемся так скажем семейным консультированием помогаем на ларитах шалом байт есть когда мы работаем часто когда правил консультации ведем тренинги вебинары шабатоны самых разных городах и странах сейчас это перешло в онлайн а по образованию я врач невропатолог и различные всякие альтернативные вещи касающиеся медицины и я вращу также гомеопат тренер нлп семейный консультант коуч муж вообще занимается александр вообще занимаюсь бизнесом вот но всегда самого начала как мы познакомились мы вместе с урале и постоянно развиваемся учимся в области психологии в области вот видите именно отношений проходим разные тренинги и сами ведем и у меня и бей лондонского университета то есть я больше так скажем бизнесмен но у меня также есть и коучинг и семейные консультанты и тоже степени и так далее мы вместе уже 26 лет почти что и мы жили в трех разных странах 10 лет москве 11 лет в америке вот 7 лет уже в израиле на самом деле да и вот эти вот так скажем многообразие всего культур стран людей это что мы занимаемся и психологии и тары это вот все вот это многообразие дает нам возможность так скажем много спектрально или много векторно до вести то что мы ведем вот в плане развития отношений вот этих мы придумали вот эту систему комплексных тренировок и одну из этих частей того что мы вот чем мы занимаемся хотели бы сегодня представить на ваш суд вместе с вами поучиться и пройти какие-то моменты интересны сегодня мы с вами будем прежде чем мы что да начнем наш уже посредством урок постарайтесь ответить на такие вопросы что самое главное семи перечисленных ниже вещей необходимо иметь чтобы для того чтобы чувствовать счастье удовлетворенность от жизни на самом деле пока вы сейчас читаете я вам скажу что было можно возможно скажите ну что для счастья удовлетворенность жизни для каждого свое для каждого свое да кому-то это кому-то то кому-то здоровье нужно кому-то обучение развития кому-то хорошие популярность кому-то интересная работа кому-то расслабление кому-то любовь кому-то деньги да и так далее но мы на самом деле хотим представить начать так скажем с исследования которое велось в течение большого количества лет психологическое исследование гарвардского университета это известное имя да и на который говорит само за себя самое длительное исследование психологическое которое вообще существовало в истории в истории нашей планеты и задались вот таким вопросом хотели понять психологи из гарварда и тратили на это огромное количество денег сами понимаете 75 лет беспрерывно вести такое исследование они взяли 19-летних парней в то время это было не помню какой год что-то 30 какой-то год и тогда нельзя только парней то есть без женщин да то есть но на каком-то уже этапе подсоединились к этому исследованию их жены дети этих людей поэтому из этих 700 человек до сегодняшнего дня дошли так скажем не так не так много до в тридцать восьмом году она началась и вот здесь раз в шесть месяцев участники членов семьи проходила различные физически эмоциональные и ментальные тесты и опросы да и не только они но и их семьи их жены и потом они подключились к исследованию поэтому уже в двухтысячных годах там уже больше трех тысяч человек участвовал в этом исследовании хотя многие из тех которые начинали в тридцать восьмом году уже двухтысяч четырнадцатом году они уже не жили принципе да и самый главный вопрос который поставила группа исследователей вот это да на самом деле эта группа исследователей сменилось тоже четыре раза за это время но в смысле руководитель этого исследования четыре раза сменился что самая главная критически важна для того чтобы чувствовать часть удовлетворенности жизни в течение большого количества времени исследовалась Вся жизнь большого количества людей. Обычные исследования делают 10 лет, 20 лет, а здесь практически вся жизнь людей была под таким постоянным осмотром. Каждые 6 месяцев делали МРА. То есть не только на психическую деятельность, это влияло на психическую составляющую человека, но и на физическую, что самое интересное. И ответ – результат исследования, сформулированный четвертым директором этого проекта, Робертом Волдингером. Их четкий вывод, который получили в результате 75 лет исследования – качественные, хорошие отношения делают нас более счастливыми и здоровыми. Точка жирная. Все остальное влияет опосредованно, косвенно, не так понятно, что это четко влияет и так далее. А вот это влияет. И это действительно то, что они смогли выявить, что влияет на то, что люди эти были более здоровыми и счастливыми. То есть не только счастливыми. Самое интересное, что и более здоровыми. А вот если счастливыми, это сами люди говорят, ну, когда большое количество людей говорит, что они более счастливые в такой-то и такой-то ситуации, это тоже, конечно, показатель. Но интересно было то, что они оказались более здоровыми. Дольше жили, было меньшее количество болезней у них. И даже то количество болезней, которые… те болезни, которые у них были, они переживали с меньшей интенсивностью и они меньше им мешали. Вот это уже интересно. Получается, это та вещь, что мы хотим про это сказать, что это та вещь, в которую стоит вкладывать свои ресурсы. Если эта вещь действительно зависит, от этой вещи зависит ваше счастье, ваше здоровье, да, то удовлетворенность от жизни, то не в эту ли вещь нужно вкладывать свои ресурсы? В первую очередь. И это, конечно, это вывод потрясающий. На самом деле, если мы сейчас спросим, ну, это риторический вопрос, сами себя можете спросить, сколько времени, сколько ресурсов, денег, времени вы вкладывали в ваши отношения с вашими партнерами? Да, сколько времени вы вкладывали в свои обучения, в реализацию каких-то самого себя, самой себя, в детей там и так далее, да, в их обучение, в их воспитание и так далее. И сколько времени вы вкладывали вот в отношения самой себя, самого себя со своим партнером? Да, даже вот, возьмите, подготовка к свадьбе, начинаем с этого, да, с чего больше всего мы занимаемся, ищем зал, кого гости, какое меню, какое платье, какие там покупки. У нас очень много на это уходит силы времени, и это в основном, чем мы занимаемся, а то, как молодым, абсолютно из разных вообще, да, там, семей, с разным бэкраундом, людям соединиться вместе и жить вместе, этому уделяется, к сожалению. Где-то вообще не уделяется этому вопросу время, где-то уделяется в той или иной степени, но если взять в пропорции, то однозначно на сегодняшний день больше будем уделять внимания, да, зал, платье, там, меню и так далее. Так что это тоже вот очень важный момент. На самом деле мы начали с этого вопроса, это убийственный вопрос, потому что он, если задуматься, я бы попросил вас задуматься на эту тему, он просто переворачивает сознание. И если действительно подходить к этому серьезно, к этому исследованию, к этому ответу, то я бы на вашем месте покопался бы в этом и побольше узнавал бы про это, что мы действительно говорим факт, мы не обманываем и так далее. И если это на самом деле так, то это реальность, с которой мы все сталкиваемся, и тогда надо как-то свою жизнь, соответственно, немножко поменять, а может быть даже где-то и не немножко. И начать вкладывать больше и больше, выделить для этого время, выделить для этого деньги, выделить для этого самого себя, выделить для этого, да, в пространство в своей жизни, да, для того, чтобы именно развивать себя в плане отношений. Я бы еще много мог сказать, чего по поводу развития себя в области именно отношений, мы на самом деле, когда мы ощущаем свое я, вот когда мы говорим, что я, я вот Александр Авраам Левинтов, да, я, кто я такой, мы очень часто, не очень часто, а на самом деле, это пересечение вот всех-всех-всех-всех отношений со всеми людьми, с которыми мы связаны в течение жизни. Вот это и есть настоящее мое я, как я веду себя с другими, как я оперирую с другими, да, и с самим собой, и со Всевышним, то есть, как я отношусь с разными, так скажем, сущностями, да, в этом мире. И здесь, конечно, мы бы не могли бы не привести, скажите, пожалуйста, если можно, напишите, поставьте плюсик, что вы видите вопрос, который здесь написан, что это новый вопрос, что вы его видите. Это значит, что мы переключились на другой слайд, и вы за нами следуете. Не видите, да, новый слайд? Вопрос про Тору. Отлично. Татьяна видит, Элина видит тоже. Окей, все. Все, спасибо. Отлично, значит, мы на правильном пути. Спасибо большое, те, кто ответили. Значит, вопрос такой. Где в Торе мы находим прямое указание про отношения? Как нам относиться к другим людям? Как нам относиться к другим людям? Аврама Вину. Отлично, да. Как наши праотцы относились к другим людям, к тем, кто путники, да, там вообще незнакомые люди и так далее. Совершенно верно. Ривка. Совершенно верно, да. Когда она пошла и напоила верблюдов, набрала воды и так далее. Опять же, совершенно незнакомому человеку. Вот. Но мы немножечко сейчас про конкретные указания в Торе. То есть это именно в письменной Торе и именно конкретные указания. Не из примеров, да, а именно конкретные указания. Напишите, пожалуйста. Еще вам немножко даем времени. Еще буквально 30-40 секунд. Не из примеров, а именно конкретные указания в Торе, в письменной Торе. Люби всем сердцем своим. Парашат Мишпатин. А что там в Парашат Мишпатин конкретно там написано? Напишите, пожалуйста. Ждем еще 20 секунд. Ждем, ждем. Это важный вопрос. Возливи ближнего своего, как самого себя. Отлично. Законы между человеком и человеком. Все законы, как бы, они все подразумевают эти отношения. Вот Суралея хочет идти дальше. У нас много материала. Я бы здесь посидел еще минуты две. Честно вам скажу. Но надо идти дальше, действительно. Большое правило Клаль Гадоль Бетура, говорит нам Раби Акива. И из всех 613 заповедей, из всех заповедей, которые Дарабанаан, потом Валюша восстанавливали, их еще больше. Он выбирает из Торы такую заповедь. Клаль Гадоль Бетура, он говорит, это самое большое правило. Большое правило в Торе. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. И как говорил Гилель, да, и вы знаете, что Гилель, Бет Шамай Бет Гилель, да, мы большинство законов приняли как по Гилелю, да, нет, как по Шамаю. Только потому, что именно его ученики с уважением относились к другим ученикам, да. Вот когда у нас идет Свирата Омер, да, мы скорбим, у нас есть определенные законы скорби, да, там умерли все ученики и так далее. И говорится, что там тоже это было из-за того, что именно ученики не так относились, как нужно друг к другу. То есть, и Гилель говорил, когда к нему пришел вот этот вот нееврей, и он пытался его как бы рассердить, да, вызывал его из душа там несколько раз и спрашивал его, как, скажи, обучи меня Торы, пока я стою на одной ноге, да. И он ему говорил, что не относись к другому то, что ненавистно на тебе, не делай другому того, что ненавистно на тебе, да. Это все то же самое правило, остальное все иди и учись, да, он ему говорит. То есть, все остальное вытекает из этого. На самом деле это так. Вот то, что Гарвардское исследование 75 лет доказало на основании жизни там сотен людей и вывело, что это и здоровье, и ментальное, и духовное, и душевное, так скажем, развитие психическое, зависит именно от отношений. Нам в Торе, Раби Акива говорит, что это Кланга Дольбе Тура, нам Тора говорит это уже много тысячелетий. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Здесь, что ни слова, то, конечно, нужно его выучить, понять и так далее. Мы не будем на этом останавливаться, но это, конечно, то, что дает нам, то, во что надо вкладываться. В отношения, и Тора нам говорит, как, да. И дальше вот давайте немножечко посмотрим, из чего состоят эти отношения. Мы, конечно, зайдем в очень маленький кусочек какой-то, который мы бы хотели именно сегодня рассмотреть. Мне кажется, он очень интересен. Есть такой человек, еврей, Джон Мордыхай Готман. Обычно все говорят, что он Джон Готман. И Мордыхай – это его второе имя. Мало кто знает, что у него имя второе Мордыхай. Известнейший психолог. То, что он известный психотерапевт, говорит только то, что вот в 2007 году вошел в список 10 лучших психотерапевтов 25-летия. По версии журнала Psychotherapy Networker, это действительно, ну, гений, так скажем, психологии, религиозный человек. 200 научных работ, 40 книг. Он, кстати, учился в Любавиче Шире, элементаристов, в Бруклине. Папа у него был Равин в Вене. Ну, такой вот интересный человек. Мало кто знает про просто эти моменты биографии, поэтому мы их решили немножко выделить, да, как бы, гордость такая, да. Что наш человек. Он создал лабораторию любви в 1972 году. Сам возглавлял ее 16 лет, потом другие начали возглавлять. Они исследовали там 700 пар. Они их помещали в специальное помещение и следили за ними постоянно. Как они разговаривают, как они общаются, когда кушают, когда просят друг друга что-то сделать, когда им нужно подзаимодействовать, когда они обижаются на друг друга и так далее, и так далее, и так далее. То есть там они жили по, так скажем, такими сменами. Потом менялась, новые пары туда заезжали, в эту лабораторию. Называлась лаборатория любви. Так вот, после многих лет исследования, там 16 лет только он возглавлял, а потом другие люди возглавляли эту лабораторию. То есть это долго продолжалось. По времени с вероятностью 87% мог дать прогноз новым парам, произойдет ли развод в первые 5 лет. Вероятность 87%. Это очень высокая вероятность. И что же он понял, и его коллеги, которые делали это исследование, что есть 4 всадника, ведущие к разрыву отношений. Сейчас мы на них подробнее остановимся. Вы видите слайд, я надеюсь, с 4 всадниками сейчас, да? Всадники имеются в виду, это... Метафорически. Метафорически, да. То есть это не то, что 4 каких-то всадника конкретных. Это метафора того, что нами управляет. Или мы управляем, то как бы разум управляет нашими эмоциями, чувствами, или наши эмоции и чувства управляют нашим разумом, да? Так вот, кто является чем? Если 4 всадника управляют, как бы, так скажем, нами, или один из этих 4, он говорил о том, что, скорее всего, если все 4 срабатывают, он так говорил, если все 4 срабатывают и управляют действительно вот эти эмоции, и, так скажем, негативные какие-то моменты, да, управляют нами, то тогда, скорее всего, люди разведутся, или у них будет просто очень тяжелая жизнь в плане отношений. И, значит, у нас завтра присутствует... Мы поговорим про этих всадников, потом как надо будем чем-то заменять. То есть эти 4 всадника, их, в принципе, нужно исключить из своей жизни полностью. Первое — это у нас критицизм. Это то, что когда мы не просто критикуем, да, есть понимание, есть критика, есть жалоба. Например, у нас в начале нашей книги «Дворим» есть правило, как очень нужно правильно критиковать. Я сейчас не буду так сильно вам давать информацию, но суть сводится к тому, что нельзя говорить критику в начале, нельзя говорить критику в конце, критику нужно говорить в середине. А если ты хочешь сказать много разной критики, то ее нужно говорить только намеками, да, только давать какие-то определенные намеки, не говорить полностью открыто. Поэтому есть определенные, действительно, правила, как это нужно говорить, а если это с точки зрения Торы. А также по психологии это известная также вещь, что ты должен сказать пять... вначале что-то похвалить пять раз, а потом уже ты можешь сказать какой-то критик. Да. Но здесь еще имеется в виду критика, когда мы очень часто используем такие слова. ты всегда забываешь, ты вечно не помнишь, ты вечно такой растяпа, ты постоянно... То есть вот эти такие слова обобщающие, да, всегда, постоянно, никогда. Вот эти слова, они когда критику, они сразу ее очень сильно все это увеличивают и возвеличивают такую историю, что это не вызывает определенные эмоции. Можно сказать и нужно сказать, да, но это может быть, допустим, жалоба, когда ты говоришь конкретно. Смотри, я ожидала, да, у нас есть какое-то... Или мы договорились, или я просила, что... Или я просила так далее, что будем... Будешь приходить вовремя, или ты вечером по среду, например, ты моешь посуду и так далее, в эту среду что-то такое произошло. Не всегда и вечно, и постоянно, а именно вот в этот конкретный промежуток, в этот конкретный вечер, например, да, конкретный день. То есть вот это тогда уже, эту критику немножко дать... нивелирует, и это получается просто конкретная жалоба на конкретное какое-то действие. Критика, вот это вот вечно, всегда, постоянно, про это нужно просто полностью исключить из жизни и вообще оставить этот стиль там, в прошлой жизни. А желательно использовать как бы мягкое начало для разговора, говорить это более вежливо, не мог бы ты, а как бы я бы очень хотела, я была бы тебе признательна, я бы там попросила и так далее, да, есть понимание, просьбы, требования. И это то, вот как те, кто у меня участвуют в вебинарах по интенсив, да, по самооценке, по прощению, мы как раз этому уделяем внимание, разделяем, да, просьбы и требования. И то есть когда то, что мы планируем, да, сделать интенсив, вот, по квест-отношениям, это будет именно как раз мы там будем уже отрабатывать. Здесь мы больше даем информацию, хотя мы здесь тоже сделаем еще упражнения, нужно больше времени именно попрактиковать, чтобы это научиться, да, научить свой мозг реагировать по-другому, вести по-другому, взаимодействовать по-другому. Ну да, чтобы это прошло через ваше тело, через ваше вот все, 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 все у вас, всего у вас. И у нас есть такой тоже замечательный еще есть, Маршал Розенберг, тоже еврей из Бруклина, и он создал такой язык ненасильственного общения, вернее, он его дальше разработал, не он как бы изначально его придумал, но он его очень сильно разработал, а был один из ведущих специалистов в этом плане, как решать различные конфликты ненасильственным образом, то есть разговором. Так вот, если, еще его называют, это язык жирафа, язык шакала, почему язык жирафа, это он высокий, большой, у него самое большое сердце, и, ну, потому что когда качает кровь на такую высоту, поэтому мощное большое сердце, а шакал более низменное животное, ближе к земле, и оно такое более агрессивное, и обычно жираф, он говорит, как бы, да, помимо того, что сердце жирафа, вообще надо иметь уши жирафа, все время слышать и понимать, что на самом деле человек имеет в виду, понимать его потребности, и тогда это очень много всяких конфликтов, просто будет нивелироваться, то есть мы, я бы хотела, я бы тебя попросила, я бы хотела, я ощущаю так, что я чувствую, как я была бы там признательна и так далее, да, когда мы таким образом используем, или говорят, так, быстро, быстро пришел, сделал, как обычно, мусор не вынес там, что-то такое, да, то есть это будет, вот это разное начало разговора, да, так далее, если мы начинаем мягко и с просьбой, а не с требованием, с критикой, соответственно, будет разная будет обратная связь, которую мы получаем, да, эти действия, тот результат, который мы хотим получить. Значит, да, первый всадник, которого мы должны полностью избавиться, это критика, особенно, когда мы используем вот эти всякие слова, вечно, постоянно, как обычно, как всегда и так далее, тем более, что они имеют корни очень часто из детства, в детстве тоже там родители постарались, и, значит, это сейчас супруг или супруга тоже как бы продолжают эту тему. И следующий всадник – это защитный механизм, когда тебя фритикуют и так далее, у тебя есть два варианта, ну, у человека такие два варианта, или он убежит, да, ему хочется спрятаться, или просто, не знаю, уйти в душ, уйти в туалет, уйти на улицу гулять, или просто задержаться на работе, так, чтобы прийти и уже сразу только спать, там, да, уже в ночи. То есть стараться этого избегать, это такой тоже защитный механизм, это один вариант, а второй вариант – это абсолютно, да, классика, какой лучший способ защиты – это нападение, то есть, да, как говорят, первая сейчас нападу, я сейчас первая все выскажу, все претензии, и еще тебе докажу, что ты виноват и так далее, и поэтому меня, я таким образом, меня уже не обвинить, я уже как бы, да, я уже на тебя все свалила. То есть у нас защитный механизм – это или убегаем, стараемся, да, человек на работе, замечательный сотрудник, его все любят, все уважают, а дома с ним никто не считается, так он будет все время проводить на работе, ему не нужно удивляться, почему человек не спешит домой, например, или просто уходит куда-то, или он, главное, говорит, не знаю, спать хочу, все, я устал и так далее, и это включается в защитный механизм, или наоборот нападение будет. Так, а как надо сразу, да, вот как бы противодействие, это умение признавать ошибки и брать ответственность, то есть человек, который с хорошей, здоровой самооценкой, самодостаточной, он совершенно спокойно скажет, да, я был здесь неправ, и когда мы говорим, что я был неправ, мне нужно объяснять, почему и что случилось, и потому что тут дождь пошел, а там позвонили, а здесь электричество отключили, а здесь потому что кто-то, что-то и так далее, а человек говорит, да, я был неправ, без всяких объяснений, что, чего и почему, просто все, был неправ, и он берет ответственность за то, что произошло. Но правда в том, что иногда люди не считают, что они были неправы, они считают, что на них нападают, их критикуют, зазря. Тогда как быть? Поэтому здесь нужно разобрать, что у нас происходит, то есть когда, если человек не может признать, что, то есть человек, который не может признать свои ошибки, считая всегда везде во всем он прав, то скорее всего у человека очень сильно заниженная самооценка, и нужно работать с его самооценкой, разбираться с такой самодостаточной личности и как бы взрастить вот эту и уверенность в себе и так далее, потому что только за счет, когда я другого унижаю и доказываю другим, что я прав, тогда я как бы себя чувствую человеком, да, то есть здесь еще такой момент. И здесь же бы я добавила, нет, это следующий скажу, окей, то есть вот это вот так бы я ответила. Да, если у кого-то какие-то вопросы, пишите, мы в конце урока обязательно на себе вопросы ответим. Да, то есть человек, который признает свои ошибки, берет ответственность за то, что с ним происходит в жизни, смотрите, меня Всевышний поместил в какую-то ситуацию. Как я буду себя чувствовать, а как я буду себя вести, это уже мой выбор. Это никто за меня уже выбрать и решить не может. Я могу выбрать, обидеться, то есть обиделся на самом деле на самого себя, обидеться на Всевышний, что он поместил меня в эту ситуацию и так далее. Это я решаю, как я себя буду вести. Или я могу остаться в нормальном, гармоничном, ровном состоянии. И совершенно спокойно сказать своему партнеру, человеку, с которым я общаюсь, что смотри, я считаю, что вот так неправильно или так вот правильно, или стоило, да, извини, то есть высказать свою точку зрения ни в коем случае мы не должны сажать кого-то к себе там на голову или на шею и потакать этим всем вещам. То есть это очень-очень такой важный момент, поэтому я беру ответственность за свою жизнь, это зависит от меня. Я хочу ее изменить, я хочу жить так, как я хочу жить, тогда это зависит от меня, а я не жду на диванчике с грубой каемочкой, ой, блюдечко с грубой каемочкой, которое мне началось все это делать, все это решить и так далее. Окей, это значит, второй садник. Третий садник – это презрение и неуважение. То есть что это такое? Вообще все эти садники, почему они так отрицательно действуют в отношении, они разрушают личность вашего партнера. То есть это разрушается, суть, вот его, как бы сердцевины, стержень человека, скажем, вы общаетесь, вот эти все четыре садника, они разрушают личность, дострои, ее уже не будет. Поэтому, а когда нету личности, с кем общаться, то понятно, что это будет разрыв отношений, там нет никакого в будущем. Поэтому когда мы относимся лицемерно, презрительно, неуважительно, с таким снобизмом определенным и так далее, то это однозначно, что это разрушает личность, это разрушает отношения. И здесь еще очень такой важный момент, что мы вообще, любой человек, это уникальная личность, это подобие Всевышнего, и мы это знаем даже, исходя из того, что по законам Тора любой человека мы его уважаем, мы даже труп уважаем, не важно, какое в вероисповедание человек был игре или не игре, у нас есть на эту тему очень много законов, просто потому что человек подобен Всевышнего, потому что мы изначально должны уважать любого человека. У нас у любого человека есть чему научиться, и от каждого можно чему-то научиться. И это очень, это как бы, да, это такая залог, это в априори, а уж тем более наш партнер, мы нашему партнеру изначально верим и доверяем, это такие базовые вещи, без них тяжело куда-либо идти. Поэтому презрение и неуважение, это, конечно, разрушающее действие на человека, разрушающее действие на личности. Поэтому, а как нужно выражать свои чувства и потребности, говорить опять же, используя язык жирафа, да, мы вот на тренингах будем вот так вот на интенсиве отрабатывать прямо вот комплектно, как говорить, да, то есть выражать свои чувства, что я чувствую и что на самом деле, какие у меня потребности, я что-то там, да, не получил, может быть, нарушена моя потребность, мне важно уважение или мне внимание, или мне нужно какое-то чувство такой определенности, ясности, сказать это, выражать. Мы люди, люди, они с языком и разговаривают, да, поэтому сказать, какие ощущения у меня это вызывает, вот то или иное поведение или то или иное действие, конечно, да, не личность, не ты у меня вызываешь, а вот это действие конкретно, вот твое опоздание, я ощущаю, что меня, да, когда ты там опоздал, или ты не взял трубку, или не перезвонил, всякие разные такие моменты, в этот момент я почувствовала, что я, что это меня разрушало изнутри, я почувствовала, что меня не любят, я ощущала, что моя потребность в уважении, она как бы не реализуется таким образом, я ощущаю, что я никто и ничто, выразить и сказать, тогда есть шанс, что вас человек услышит, потому что, как только вы начинаете, начнете на человека нападать, да, вот это вот защитный механизм, да, вот нападение, лучше средства, то человек, когда на него нападаешь, что он должен сделать, ну, если человек, в принципе, не садом, там, да, не мазохист, он начнет тоже защищаться, ну, вариантов, в общем-то, нету, если он защищается, начинается конфликт, каждый остается при своем мнении, уходит и так далее, поэтому, когда мы выражаем свои чувства и потребности, это тот способ, когда ваш партнер может вас услышать, и тогда, это не значит, что он так сделает, это вообще две разные вещи, принять и услышать, и, скажите, вы нас хорошо слышите? Написали, звук пропал. Нас слышно? Поставьте кто-то плюсик, что звук есть. Звук. А, все, все, отлично, отлично, спасибо, спасибо. спасибо, просто на все. Так, я говорила про... У кого пропал звук, тот перезагрузитесь, пожалуйста. При зрении, неуважении, выражать свои чувства и потребности. Я бы здесь такой пример привел, что, ну вот здесь конкретно, да, то есть, когда человек другому говорит, ну понятно, ты из какой семьи пришел, так поэтому ты вот такой вот. Да, это вот точно при зрении, неуважении, да, то есть, человек откнуть туда, куда вот, он может и сам это где-то понимает, да, но, возможно, это не из-за этого, да, но мы ему вот таким образом неуважительно как бы к нему относимся, да, это даже не критицизм, это просто мы говорим какой-то факт, но он очень, очень нехороший, да, этот факт, и он скорее всего может и не влиять сейчас на человека, да, но вот мы вот таким образом… Очень часто встречается, например, если в семье кто-то, один из партнеров, например, принял гей-юр, и когда ему другой партнер говорит, ну конечно, что с тебя взять, там, ты же вот тут, это, гей-юр принял, твоя семейка, там, т-т-т-т-т-т-т, и так далее, то есть вот это, это презрение, это неуважение, может быть, я взяла такую относительно крайнюю точку, которая вообще не может быть, да, есть вещи, которые ни при любых обстоятельствах нельзя делать ниже, ну, скажем, ниже пояса брать, но это вот как раз вот презрение и неуважение, просто с этим достаточно часто имеет место быть, так скажем, да, и здесь я бы еще хотела добавить, наверное, выражать свои чувства и потребности, презрение и неуважение, что вы хотите вообще добиться своим разговором, доказать, что вы правы, хочешь быть счастливым или хочешь быть правым, то есть что вы на самом деле хотите, доказать, что вот, да, я хочу доказать, что я прав, вот показать, отхнуть носом, я же говорила, так не делай, или так наоборот нужно было сделать, это так не сделай, поэтому вот мы теперь должны платить, там что-то выплачивать и так далее, Ткнуть, да, и так далее. Но счастья от этого точно не прибавится, хотя, да, будет какое-то на сколько-то минуту удовлетворение такое. Я была права, я молодец. Но здесь очень важно понимать, что вы хотите, быть правым или быть счастливым. Сейчас так. То есть это очень-очень такой важный момент. И я всегда привожу такой пример, чтобы было понятно. Я знаю, что многим очень он заходит, понимать, вот это будет правым или быть счастливым, это едет машина по главной дороге, старостепенно выезжает машина, и 200% та, которая выезжает старостепенно, должна уступить машине, которая идет по главной дороге. И здесь, если произойдет авария, машина, которая едет по главной дороге, 200% будет права, вообще без вопросов. Но она видит вот эту машину, которая выезжает с старостепенной дороги, и у нее есть шанс, посмотрели в зеркало, есть шанс, что может перестроиться, можно избежать этой аварии. Но если будет авария, будет, он будет прав. Вы хотите избежать аварии или хотите все-таки поучаствовать в аварии, время потратить, в любом случае нервы, деньги и так далее, но вы будете правы. Ваше решение, ваш выбор. Иногда люди ругаются просто из-за помидор, что те купил помидоры, не те купил помидоры и так далее. То есть могут выяснять отношения из-за каких-то совершенно таких вот вообще вещей. Я же вот просила там что-то вытащить из холодильника, мясо или курицу, чтобы приготовить ужин, а он забыл это вытащить, что я теперь буду делать. Но можно ругаться, а можно пойти что-то придумать и вытащить из холодильника то, что там, да, чтобы что-то быстро приготовить, кушать, обойтись как-то без этого. Конечно, вы планировали, это очень, так скажем, может быть, и неприятно. Какие-то вещи вы уже там планировали, сейчас духовку поставлю или там что-то еще, то-то-то сделаю, и это не получается, это неприятно. Но хочу быть правым или хочу быть счастливым. Или вот хотите сказать, вот мы остались без ужина, потому что папа не вытащил эту курицу из морозилки, или наоборот, неважно, да, вот бывает, что мужчина готовит, то классно, но все голодные остались, и я права. Вот. Или быстро что-то приготовите, как вы все будете с удовольствием, не знаю, кушать сосиски, яичницу или еще что-то такое. Вот это вы должны тоже, да, для себя принять к сведению. И последний всадник, всадник, это сопротивление. То есть это когда у нас идет вот немножко уже на… Это когда уже возникает такая, так скажем, стена, когда вот один человек хочет выяснить отношения, все точки над и поставить. И не важно, что уже ночь, а другому часовать там в 6 утра, там в синагогу, на молитву, потом на работу. Нет, давай мы сейчас все выясним. А человек настолько уже устал, что у него уже просто стенка. Все. Вот он уже не с кем разговаривать. Это уже как бы такая уже крайняя степень дальше идет. После стенки уже как бы только уже совсем разрыв. То есть здесь вот это сопротивление, оно может быть вот выражено даже в такой степени, когда вот стена, когда уже не с кем разговаривать, человек не хочет, уходит. И он уходит, он так себя защищает, потому что если он так не сделает, он может быть, я не знаю, что-нибудь побьет, разобьет, ударит и еще что-нибудь делает. Это тоже как бы определенный такой защитный механизм. И здесь очень важно умение успокоить вначале себя и затем другого. То есть прийти в такое гармоничное внутреннее состояние. Здесь очень помогает даже, может быть, самого себя погладить. Если есть возможность партнера взять за руку, посмотреть каким-то теплым взглядом. Даже есть такое, было такое исследование, это английский психиатр. Взяли в одной клетке с обезьянами, сделали два таких места. Из одного сделали такую большую обезьяну из тряпок, из подушек, из всего такого, одеял мягкого. А в другом месте были там всякие бананы, в общем, еда. И создавали стрессовую ситуацию обезьянкам. И когда была стрессовая ситуация, все обезьянки, бежали вот к этой обезьяне-одеялке, вот эту мать, потому что хотели мягкое, хотели что-то, да, чтобы потрогали контакт тактильный. Это очень-очень важно. Мы это знаем тоже, да, с детства для детей. Очень важно, чтобы… Вообще есть такая теория, что нужно минимум 17 раз в день обняться, да, это то, что тебя восполняет и даёт вот это тепло. Поэтому тактильное ощущение, поглаживание приятный, тёплый, добрый взгляд, если нельзя погладить и так далее, это то, что можно добиться гораздо большего, чем высказыванием и доказывать, выяснить все точки над «и» и прийти к гораздо лучшему результату. Какая ваша цель? Что вы хотите добиться? Да, то есть быть счастливыми или быть правыми, и это можно добиться разными путями, да. Подведём как бы такой момент, то есть критику, где вот это всё всегда, постоянно и так далее, убегание или задержка или нападение, значит, это механизм призрения и уважения, сопротивление, такая же стена, когда я уже вообще даже не хочу никуда, уже невозможно куда-то ещё двигаться. Это от чего нам надо полностью отказаться. А приветствуются, мягкий разговор, критику мы говорим в серединке чуть-чуть или вообще лучше навёком, умеем признавать свои ошибки, когда мы говорим, да, я был неправ, взять ответственность за то, что происходит в своей жизни, выражаем грамотно, вот, например, с помощью языка Маршала Розенберга, язык жирафа и шакала, выражаем свои чувства и потребности с помощью языка жирафа, и умение успокоить тактильные ощущения, внутри начали прийти себя как бы сбалансировать, и затем тогда можно уже в состоянии… Это, смотрите, это как мама с грудным ребёнком. Если мама всё спокойно, всё нормально, и ребёнка берёт на руки, он тут же успокоится и так далее, но если мама нервничает, ребёнок будет плакать у меня на руках, да, это, я думаю, любая мама знает, поэтому здесь никакой в этом плане Америки мы не открываем. Самое главное, что вот эти все четыре всадника, это признаки того, что отношения находятся в такой шаткой зоне. А если все четыре присутствуют, то вот с вероятностью 87% Готман, в результате своего многолетнего исследования, более 700 пар, показал, что если все четыре всадника присутствуют, то это неминуемо приведёт к разрыву отношений. Поэтому к этому стоит присмотреться, это стоит где-то выписать, где-то повесить у себя и так далее, и просто в течение дня, в конце дня посмотреть, был ли один из этих четырёх всадников, управлял ли он вами, или вам удалось как-то его преодолеть в течение этого дня, да. То есть он был у вас раньше, там был в прошлой неделе, был в позапрошлой, но вот здесь вы уже его преодолели потихонечку, здесь не бывает ничего наскоком, но шаг за шагом нужно отслеживать вот эти вот четыре всадника. Это очень важно. На тренинге мы будем, у нас будет два занятия посвящено эмпатии, и вот через эмпатию, на самом деле многие для себя открывают вообще, что это такое, думали одно, оказалось совсем другое. Мы тоже для себя многие вещи открыли нам по поводу эмпатии, кстати, сейчас не буду туда входить, но через эмпатию можно убрать вот этих всадников, и мы на вот интенсиве будем как раз, так скажем, один из способов, как этим можно заниматься. И ещё хочу сказать, что есть у меня на YouTube-канале, да, вы можете набрать 40 элементов, там будет три способа, как сохранять гармонию в себе, там про таких три ключка, и сейчас не буду про них рассказывать, можете посмотреть, там 10-минутный такой ролик, тоже с урока там вырезка, но он может помочь вам, как разобраться с этими всадниками. И ещё раз хочу сказать, что уделяйте время отношениям. Вот всё, что мы сейчас говорим, это про то, что этому нужно уделять время, оно само по себе не произойдёт, ну просто не произойдёт. А выхлоп, то есть то, что это даст, прибыль, которую это даст, в конце концов, это, конечно, ну просто, просто всё, это всё. Это наша удовлетворённость жизни, наше качество жизни, наше счастье, наше здоровье, просто физическое здоровье. Поэтому вкладывайте в это время, вкладывайте в это время своих близких, объясняйте им, и друзьям, и своим партнёрам, и так далее. Это отобьётся вам, столица, это воздастся вам. То есть, да, это тяжело, но вкладывайте в это. И даже, например, есть такая вещь, в психологии детей, что самое главное и важно для детей от нуля до трёх. Я сейчас не буду вопросом задать от вас ответы, я вам сразу отвечу, что от нуля до трёх самое важное, какие отношения между мамой и папой. Не как мама и папа относятся к ребёнку, а как они взаимодействуют друг с другом. Вот это идёт база для ребёнка, дальше вот его самооценка, его успешность и так далее. Да, хинок воспитать детей в первую очередь вообще. Родители являются примером, это самое главное хинок детей, я считаю, так вот от нуля до трёх, это какие отношения между папой и мамой? Там, наверное, сто процентов, а после трёх лет всё равно это продолжается. Да, но там уже другие включаются, как-то, там уже меньше, сто процентов. Себя и... Но там это тоже очень важно. Это у нас есть интенсив по соваться, где-то другая же тема, да. Так, значит, попробуйте для себя ответить на такой вопрос, почему люди повышают голос, когда они находятся в ссоре. А резко начинают плохо слышать. Есть такая притча, что однажды у одного мудреца учили студенты, он спросил своих студентов, почему люди повышают голос, когда они находятся в ссоре. Ну, дай возможность людям ответить. Компенсация. Компенсация, то есть, так как человек считает, что с ним как-то неправильно поступили, он думает, что его как бы не услышим. Неуверенность в себе, самозащита. Неуверенность в себе, самозащита. Самозащита, то есть мы кричим, да, как животные, когда вдруг на друга ссорятся, они отстаивают, в смысле, свою территорию, да, то они так, такие, да, то есть самозащиты. Второй вопрос, да, как бы такой же, а зачем бы вышать голос, если второй человек находится рядом с тобой? А в общем и целом это один и тот же вопрос. Да, 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 просто достучаться до партнера, ну, тоже, да, хорошо. Так, вот мудрец, этот студент спросил, они не знают, что ответить тоже, и разные там, вставляют варианты, он нам сказал, а почему, когда людям хорошо друг с другом, им достаточно перешёптываться, они разговаривают очень тихо, могут шёпоты, могут только даже взглядом, что когда мы ругаемся, наши души отдаляются, когда есть крик, да, когда ссора, души наши отдаляются, а когда хорошо люди друг с другом вместе, они сближаются, достаточно перешёптываться, достаточно, и можно только взгляд, да, то есть когда вы думаете о том, и представите себе такую картинку, что когда вы друг с другом, там, допустим, какая-то ссора, крик повышен, это наш, что в это время ваши души отдаляются на разное расстояние, как бы дальше, ближе и так далее, возможно, это может быть, вас, ну, в какой-то момент даже, может быть, остановить, да, будет момент задуматься, стоит ли повышать голос, стоит ли кричать, или стоит как-то по-другому попробовать говорить на флюрной языке жирафа, это то, что поможет снивелировать ряд конфликтов, смотрите, мы отдельно разбираем, у нас, да, есть вот тему недавно, мы делали там, скрытый конфликт, как ведут все люди при конфликтах, конфликты нужны и важны, они нас развивают, и мы тоже растём через них, конструктивные, конструктивные, да, но вот когда вот эти всякие крики, ссоры и так далее, когда вы себе представляете, что вот это вот отдаляется, вы сами, сами, сами отдаляетесь, и другое отдаляется, да, душа, то, может быть, это вас в какой-то момент даже остановит и не захочется, повышать голос и так далее. Это, конечно, метафоричное представление, да, но кому-то может даже очень зайти. Но просто эта картинка, может быть, кому-то поможет в какой-то момент остановиться где-то, да, сделать паузу. Смотрите, у нас не так ещё, да, много времени, но мы немножко вот проговорим всё-таки про основные семь принципов Готмана, и один из них мы всё-таки поподробнее разберём и сделаем упражнение. Значит, постоянно, значит, первый признак постоянно узнавать друг о друге что-то новое, да, это вот если кто слушал наши предыдущие там вебинары про витамины, витамин И, да, какая-то спонтанность, что-то интересное, познавательное. Очень важно, естественно, нежность и восхищение, ими нужно заниматься. Здесь немножко, может быть, надо сказать о том, что у... что такое семь принципов Готмана, да, вот мы рассказали о четырёх всадниках, это то, что мешает отношению, что разрушает отношения, то, что если четыре этих будет, то тогда там, скорее всего, разрыв приведут всё вместе, да. А есть принципы, которые он выявил в результате вот этого многолетнего исследования вот этого огромного количества сотен пар, которые говорят о здоровых отношениях, о тех отношениях, которые действительно будут развиваться, приводят к росту, которые конструктивные отношения. Вот он выявил семь простых принципов, на самом деле. Значит, вот один постоянно узнавать друг о друге что-то новое. Это важно любопытство, да. То есть, смотрите, когда люди живут особенно много лет, когда друг с другом, да, то начинается немножечко привыкание, привыкание, и нам кажется, что мы друг о друге уже нового ничего не можем узнать. Вот. И... ну это вообще так, и все. Но на самом деле, на самом деле, мы сами о себе, честно говоря, не все знаем. А тем более о нашем партнере. И если нам кажется, что это что-то новое, то что мы не можем узнать, на самом деле это есть. И это качество любопытства, которое нужно в себе всегда развивать. Значит, подробно, просто мы не можем сейчас на каждом останавливаться. это... Ну хотя бы пару слов. Поэтому просто называем все и переходим только к одному. Значит, естественно, нежность и восхищение. Мы о нем как раз будем говорить. Знать точки соединения, будьте внимательны друг к другу в мелочах. Иногда всякие разные мелочи, они очень-очень важны. Ко второму просто будем им заниматься, поэтому о нем подробно не говорю. То есть иногда кажутся какие-то маленькие ритуалы, иногда бывает пара, она говорит, замужем вообще не знаю, что ты получаешь, зачем тебе нужен муж или зачем тебе нужна жена, что ты получаешь. Так иногда говорят, что вот эта вот чашка кофе, которую он делает с утра, или когда я себя плохо чувствовала, он меня укрыл одеялом. Вот эти, может быть, такие маленькие мелочи, но они ради этого как бы люди сохраняют отношения, когда на самом деле там очень... Ну очень близко даже бывает к разводу, когда к разрушению отношений, но вот эти мелочи, они держат, да, каким является каким-то таким клеем, который держит отношения, и поэтому мелочи эти очень-очень важны. Позвольте влиять друг на друга, решайте проблемы правильно, то есть это когда есть ссоры и так далее, мы делаем отдельный тренинг, как правильно вообще ссориться, как сделать семейные советы и так далее. И сюда же относятся, умеете разрешать попековые ситуации, как на них можно посмотреть, да, по другим ракурсам. И очень важно, вот это, с этого на самом деле мы начинаем, создавать общие смыслы, цели и традиции, то есть построить дом своей мечты, построить, да, в котором общие, то есть берутся твои цели, партнёра цели, найти общие цели и именно создавать дом мечты, который будет, да, как бы, то общее, которое есть и у вас, и у вашего партнёра. Это как бы такие принципы, которые проходят, но уже, это по каждому этому принципу нужно делать отдельное занятие, поэтому немножко просто показали, что, что есть, а заниматься мы будем вот таким. Мы решили выбрать очень важный, на самом деле, принцип, и который очень многие вещи, да, как вам привела, например, с этими письянками, это культивировать нежность и восхищение. Смотрите, вот эти, это, например, то, что мы сейчас предлагаем для этого упражнения, это классное упражнение, например, для свидания со своим партнёром, пойти в кафе или куда-то в парке или так далее, где вы уже там выберете место, а может быть, просто вечером, когда сидите в парке. сколько мы прожили вместе. Да, абсолютно. И вот на эти вопросы ответить вместе с партнёром. Вы сейчас можете ответить сами с собой, как бы, да, кто с партнёром классно это сделает вместе, и, да, если вы сейчас у меня присутствует, вы можете это уделить этому время, создать такое, не только там, что выпить и что поесть, а также ещё о чём поговорить, что обсудить, потому что, что на самом деле очень важно, вот опять же, да, узнавать что-то новое по первому принципу, что у человека внутри, на душе и так далее. Человек сам не знает, что. Такое уже тоже начнёт задумываться, это будет тоже, может быть, такая интересная тема. Так, первая идея. У моего партнёра есть качества, которыми я горжусь. Да, напишите 2-3 качества, которыми вы гордитесь в партнёре. Возьмите листик бумажки или в телефоне, может быть, запишите. Мы сейчас, у нас много времени, ещё получилось техническое вот начало, мы позже начали, задержка, поэтому, может быть, вы себе запишиваете вопросы, и было бы очень классно, если бы вы потом это с партнёром обсудили, сделали, вернее, это вместе. Да, поэтому сейчас много времени на это упражнение дать. И мы, когда делаем интенсив, то мы распределяем людей такие, кто хочет, да, тоже пожелания, такие зум-комнаты, когда мы соединяем, и вы можете поработать, если пара уже есть муж с женой, то они работают в своей паре, то они в паре мы соединяем, там, женщина-женщина, мужчина-мужина-мужина, и могут отработать вот эти упражнения различные, которые мы, так скажем дальше, чтобы закрепить этот материал, и чтобы вы могли её... Пропустить через себя. Да, 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 помогли им пользоваться. Просто знать, это ни к чему не привык. Мы много чего знаем полезного и нужного, но мало чего, что из этого мы можем применять в жизни, потому что это должно пройти через нас несколько раз, и тогда мы начинаем это применять. Окей, значит, вторая идея. Я получу, я получаю поддержку в отношениях. Напишите 2-3 события, где партнёр вас поддержал по-настоящему. На какие-то события, где он поддержал вас по-настоящему. Если кто-то может сразу так сходу отвечать, это будет классно, нет, запишите вопросы и потом отдельно на сессии на эти темы подумать. Третья идея. Мой дом — это место, где я получаю поддержку, снимаю стресс. задание. Напишите 1-2 события, когда ваш партнёр помог вам снять стресс. И ещё 3 задания. Четвёртая идея. Я могу легко вспомнить то время, когда мы встретились в первый раз. Коротко опишите вашу первую встречу. Желательно вспомнить, где, в чего вы были одеты, в чего был одет ваш партнёр или партнёрша, что вы в это время делали, где находились и так далее. Чем больше деталей, тем лучше. Пятое. Мне есть чем гордиться в наших отношениях. Напишите 2 вещи про ваше отношение, которыми вы гордитесь. Именно в отношениях, не в вашем партнёре, как в первом вопросе? Да, допустим, вы можете спокойно рассказать, обсудить какие-то моменты. Это именно про отношения. Между нами существует привязанность. Придумайте сюрприз, который вы сделаете для своего партнёра сегодня вечером. Ну или завтра. Да, смотрю, у кого какое время суток. Между нами существует привязанность. Придумайте сюрприз, что-то неожиданное, что-то интересное. Это может быть всё, что угодно. Просто там, знаете, можно подарить партнёру чековую книжку желания, где можно, да, написать, десять чеков с какими-то там желаниями, провести время вместе, сделать какое-то приятное, я не знаю, может быть, приготовить ужин или приготовить какой-то коктейль, или вместе что-то посмотреть, вместе что-то почитать, обсудить и так далее. Это уже, да, если не хватает фантазии, гугл в помощь в этом плане. Или пойти туда, куда вы раньше не ходили, или поехать, или где-то погулять, или вообще, может быть, даже просто, знаете, пойти на фрук и покормить там рыбок или птичек. Это может быть всё, что угодно. Окей. И сейчас небольшое путешествие, как обычно, которое я отдаю всегда на на уроках. Я поэтому попрошу вас просто занять удобное положение. Те, кто могут включить видео, мне так просто удобнее в этом плане с вами работать. И просто у вас есть минутка, там, не знаю, кто-то хочет попить, что-то такое там, пересесть, удобнее и так далее, то у вас есть возможность. займите удобное положение. И сейчас позвольте себе просто почувствовать. Тут вопросы из моего... Я затем вернусь и повторю ответить на все вопросы. Просто почувствуйте своё тело. Почувствуйте, как ваша спина соприкасается со спинкой вашего стула, кресла, дивана. Почувствуйте, как она соприкасается. обратите, пожалуйста, внимание на ваши руки, правую и левую, на разницу в ощущениях между правой и левой рукой. Почувствуйте тяжесть ваших украшений, очков, наушников, париков, шапочек, часов на себе. Обратите, пожалуйста, внимание на ваше дыхание. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Обратите, пожалуйста, внимание, как двигается ваша грудная клетка, как подвижки губицы веки глаз и как приятная и тёплая волна проходит по всему вашему телу. Снизу вверх и сверху вниз. И сейчас у нас есть очень интересное, я приглашаю вас в интересное, уникальное путешествие. попробуйте вспомнить, когда вы впервые встретили своего партнёра. Где это произошло? Вы ещё, может быть, не знали, что это ваш будет будущий партнёр, это, может быть, не сразу поняли, когда вы его впервые увидели или её. Какое было время дня, какая была погода, с чего вы были одеты, с чего был одет ваш партнёр или партнёрша, как выглядели. Куда-то бежали, остановились, поговорили, просто увидели. А теперь попробуйте вспомнить тот момент, когда вы поняли, что да, это ваш партнёр, когда вы поняли, что да, это ваша вторая половинка или ваш друг. Как вы это ощутили в вашем теле, вот это знание, что да, это ваше? Как вы это почувствовали? Какие это ощущения в теле? В голове, в животе, в груди, в спине, в руках? Какое это ощущение в теле, когда вы понимаете, да, что это ваше? Независимо от того, что произошло потом в вашей жизни, на тот момент вы почувствовали, что это ваша половинка, вы так это осознали, вы так это почувствовали. Какое-то такое внутреннее понимание, внутреннее знание. Это, может быть, было ещё не обязательно, что это было до свадьбы. Это могло быть через какое-то время после свадьбы, может быть, даже через сколько-то лет, может даже после того, как у вас появились дети. Это совершенно у каждого своё время, когда человек понял, что да, это ваша вторая половина и что это моя половинка, что это именно тот человек, который помогает мне расти, развиваться и становиться ближе к сердечному. С помощью этого человека я могу вырасти и становиться ближе к сердечному. когда вы это осознали и поняли. Какие ощущения в теле? отчётыте это. Если хотите, можете положить ее на руку. Попробуйте сказать спасибо своему партнеру за тот опыт, который вы получали и получаете или вы учили через него. Благодарить своего партнёра за всё то, чему он вас научил. Через него пришла, вы прошли тот путь, который вам помог приблизиться к Всевышнему. просто скажите ему спасибо или ей. И ещё раз вспомните вот этот момент, когда вы впервые увидели своего партнёра. Какое это было чувство? Чувство восхищения, удивления, непонимания. Вообще, как-то опишите это состояние, когда вы впервые увидели своего партнёра. насколько оно было вам приятно, интересно, удивительно. вот такое первое состояние влюблённости. Что оно вам помогло, что оно у вас открыло? Вас лично, чему это вас продвинуло? Это состояние обычной влюблённости, оно раскрывает наше женское начало или наше мужское начало, и оно позволяет нам двигаться и расти. и как вы думаете, что вам это дало? Вот это вот вот такое какое-то, такое то ощущение, которое у вас вызывал на первую или на вторую встречу ваш партнёр. Вот это понимание, что это ваша вторая половинка. Просто запомните эти ощущения. Когда у вас будут возникать какие-то различные ситуации, пробуйте вначале зайти вот в это состояние, вот такого вот «Вау! Я не помню, как, что, какое-то вы как бы дали название этому ощущению и говорить с человеком исходя из этих ощущений, из этого состояния. И, возможно, вы будете говорить каким-то другим тоном, другое выражение лица у вас будет. И другой человек тоже поменяет свой тон. Попробуйте так себе представить. Как это выглядит со стороны. И может быть, вам захочется просто вместо того, чтобы что-то выяснять и там как-то спорить, взять друг друга за руки, посмотреть друг в другу глаза, и эта ситуация просто разрешится, и каждый другому скажет, что как ты считаешь, как лучше, и другой то же самое скажет. Ну ты думаешь так, давай сделаем так. Возможно. Возможно, в любом случае это будет какое-то как-то конструктивно по-другому все выглядеть. Когда можно просто перешатываться, потому что ваши души находятся рядом друг с другом. Ну так, конечно. Вспоминайте вот это состояние и вот эти ощущения. Все равно это испугало. И затем вы можете снова вернуться на свои кресла, на свои диванчики, на свои стульчики, чтобы почувствовать свое тело. У вас есть столько времени, сколько вам необходимо. И открыв глаза, вы обязательно улыбнитесь. у вас есть столько времени, сколько вам необходимо. И открыв глаза, вы обязательно улыбнитесь. Так, а теперь отвечаем на ваши вопросы. Так, вас Саша просит повторить слайд о доме своей мечты. Кто-то хочет сказать, можете нажать ладошку и мы вам включим звук или напишите вопросы. Слайд о доме своей мечты? Да, ну вот был у нас, где мы там писали про общие цели. Я бы еще хотела на это добавить, вот это можно тоже поставить, что у нас сейчас, да, месяц лун, и у нас предстоят очень большие, самые большие такие праздники, Роша Шана, Ёмки Бур, и у нас есть такое понимание, что как бы есть три канала. Есть я и Всевышний, есть я и другие, я другие, это туда включается, я, да, партнер. И я сам с собой. Так вот, если мы работаем хотя бы с одним из этих каналов, два других подтягиваются. Здесь сюда также входит это понимание, когда Тфила, Здака, Чува. То есть Тфила — это я и Всевышний, Здака — это я и другие, и Чува — это я сам с собой, я как бы, да, исправляю, над чем я работаю сам с собой. И за счет этого можно подтягивать остальные, остальные тоже каналы, приходить, да, работать в этом плане. Все равно все это, все отношения, отношения между мной и Всевышним, мной и другими, партнером, и мои отношения сам с собой, да, поэтому это очень-очень такие важные моменты. Рекомендую всем послушать очень хорошую, у нас последняя, пятая беседа с Рабанитхавой Куперман по поводу как раз спрашиваешь, на чем стоит подумать и поработать в преддверии этого праздника. И какие, значит, у нас 1 ноября начинается интенсив по квест-отношениям, это именно по отношениям, это будет 5 вебинаров по 2 часа, по воскресеньям, где мы будем именно отрабатывать то, что связано с отношениями. То есть мы вам сейчас показали такой небольшой пласт, много там у нас запланировано как бы вещей, которые мы хотели бы поотрабатывать, поэтому если те, кому интересно, пишите мне или парине, да, и мы вам тогда вышлем всю уже необходимую информацию. Сейчас идет интенсив по прощению, по самооценке уже закончился, если хотите, вы можете приобрести просто этот курс. И также после праздников будет интенсив по, так скажем, эмоциональному интеллекту, это то, как уметь справляться со своими эмоциями, как научиться вести себя так, как вам бы хотелось, да, так как справляться с всякими стрессовыми, эмоциональными различными такими историями. И мы в декабре потом еще расскажем, что мы там дальше еще планируем. Вот, значит, кому что интересно, то, пожалуйста, сейчас вопросы какие есть. Вот, пока пишут вопросы, я здесь заметил вопрос, был вот в середине нашего вебинара Рон Александр спросил, или тот, кто под этим именем зашел. Не евреев тоже, это когда мы говорили, видимо, возле ближнего своего, как самого себя. Совершенно верно, там имеется в виду, Тора имеет в виду Виагавта Лейреха, то есть ближнего своего имеется в виду и евреи, то есть те, кто из твоего, так скажем, из твоей общины, да, еврейской. Но я вам хочу сказать, что мое понимание этого момента, оно следующее. Мы знаем очень много примеров, просто огромное количество примеров, когда, но мы знаем, что Тора во многих случаях говорит нам минималку, то есть то, что мы минимально должны делать. Дальше мы должны развиваться, учиться и делать больше, да, и здесь она говорит о том, что хотя бы из своего народа, да, вот так относись, потому что возлюбить, вы представляете, это нужно каждого любить, каждого ближнего своего любить, да, понятное дело, любить какого-нибудь там человека из какой-нибудь, там в Бразилии, например, это очень тяжело, Тора не заповедует это, да, но мы знаем очень много историй, очень много, особенно во время Второй мировой войны, да, когда они евреи спасали евреи, у нас есть в Израиле здесь даже аллеи целые, да, где каждое дерево дерево символизирует такого праведника мира, который спас хотя бы одного еврея, там, иногда и не одного еврея, да, и очень часто это бывало так, что эти люди не евреи, да, они общались когда-то с евреями, а когда-то евреи и им помогли, просто так, безвозмездно, просто помогли, и, соответственно, у них тоже отношение такое к евреям, поэтому мое отношение такое, мы все находимся в одной лодке, мы все одно человечество, это одно, одно целое, и, да, у нас у каждого своя задача в этом мире, но мы все одно целое, поэтому здесь надо помогать и относиться хорошо к другим людям, неважно, евреям или не евреям, вы не знаете, как это отзовется и как это спасет потом какого-то вашего, так скажем, продолжателя вашего рода, внука, правнука, да, в будущем, потому что в этом мире ничего не остается просто так, все в этом мире взаимосвязано, Меда Кенагет, Меда, как вы относитесь к этому миру, так мир вам отдает, вот здесь, Всевышний вам отдает, так как вы относитесь к этому миру сами, поэтому... И у нас есть, да, праздник Сукот, который тоже скоро у нас, то это как раз наше отношение с другими народами. Да, мы приносим жертвы за все народы, Мы на самом деле в ответе за весь мир, понимаете, тут отношения у нас вот такие, поэтому... Да, мы все вместе, мы все в одной лодке. Есть еще вопросы? Не пишут, вслух не говорят. Окей, всем большое спасибо, всех еще раз с праздником, всем Гуархатиматуба, Шанатувава Мапука. Пожалуйста, какие, кто да, участвует в дебинаре. Вкладывайте свои отношения, говорите друзьям, что это важная вещь, вкладывайте свои отношения, время, деньги, другие ресурсы, это очень важно. Чуть-чуть меньше потратить на какие-то другие вещи, вложить в эту. Это ваше здоровье, как физическое, так и ментальное, так и духовное, и ваше развитие. Шанатава, всего вам доброго, всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok